Сезон заготовок начался в Таджикистане. Местные сухофрукты уже завоевали рынки Европы и России. В лидерах среди поставщиков предприятие «Исфары». Этот город называют родиной таджикского абрикоса. Там десятки тысяч гектаров фруктовых садов. Моя коллега Зарина Абдуназарова поучаствовала в приготовлении знаменитой таджикской кураги. На севере страны выращивают около полсотни видов абрикосов. Большая часть идет на сушку. С сухофруктами могут быть только те плоды, в которых большое содержание сахара. Например, кайса, курага, урюк. Все это высушенные абрикосы. Разница в способе приготовления. В «Исфаре» 9 тысяч гектаров заняты абрикосовыми садами. Если подсчитать, то ежегодно с каждого гектара мы получаем около 50 центнеров свежих абрикосов. И из них 70-80% идет на сухофрукты. Прежде чем попасть на прилавки магазинов, сухофрукты проходят несколько этапов обработки на предприятиях. Их тщательно моют и осматривают, отбирая только лучшие плоды. То есть вот это хорошее, да, по виду? Да, хорошее. А вот эта вот мята, она хорошая? Да. Хорошая, да? Вот это темная. Темная. Хорошая? Нет. А? Убираем, да? Да. Одну нашла. А моя соседка за это время уже набрала целую ладонь. По ленте в день проходит около трех тонн плодов. Каждый работник успевает за смену перебрать более 70 килограммов. После все это идет под ультрафиолетовые лампы. Этот аппарат помогает дезинфицировать сухофрукты после сортировки руками. Помогает бороться с микробами и насекомыми. Из Фара небольшой город на севере страны, который называют абрикосовым раем и центром всех сухофруктов. Для половины местных жителей абрикосы – основной источник дохода. В городе работают 11 предприятий по их переработке. Традиционным рынком для нас является Российская Федерация. Также мы сейчас вышли на рынки Восточной Европы, Западной Европы. Это Германия, это Прага. Компания также является поставщиком органической кураги для производства детского питания в Российской Федерации. Экспортируют и кондитерские изделия, в основном батончики и конфеты. Например, курагу с орехами или кайсу с миндалем в шоколаде. А главное с пометкой – сделано в Таджикистане. Зарина Абдуназарова, Парис Манонов, МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова